Вот сейчас к нам присоединится по телефону Алексей Алексеевич Венедиктов, наш главный редактор. Алексей Алексеевич, добрый день. Добрый день. Добрый день, добрый день. Я просто хотел бы предоставить наших слушателей отделение еще политиков на своих и чужих. Я бы хотел напомнить, что Борис Немцов, будучи первым вице-премьером, разводился, по-моему, два или три раза. А затем я хотел бы напомнить, что Игорь Каспаров разводился, и Михаил Борисович Ходорковский тоже разведен. Поэтому эта вещь отнюдь не одномоментный развод Владимира Путина. Поэтому при обсуждении этих вещей, говоря о политике, мы же понимаем, что все это политики, или Михаил Борисович будущий политик. Просто тоже надо учитывать, что это независимость от политических взглядов. Люди разводятся или женятся. И, кстати, я хотел бы обратить внимание на очень достойное поведение по поводу развода Путина. Большинство российских оппозиционных политиков, которые либо не высказываются на эту тему, либо высказываются достойно. Это тоже многое значит. Вот. Алексей Алексеевич, а можно задать вам вот какой вопрос? Как вы считаете, почему всякого рода сообщение о семейной жизни того или иного политика, особенно высокопоставленного, всегда вызывает огромнейший интерес, скажем так, у населения? Ну, потому что в современную эпоху очень много решений, а политик принимает, ну, практически один. То есть сейчас идет такая централизация решений, скорость принятия решений. Понятно, конечно, людей чрезвычайно интересует, почему они, как они живут. Это нормально? Если бы меня спросили, важна ли для меня личная жизнь политика, я бы там проголосовал за, если бы у меня телефон не глючил. Я не знаю, какой у вас результат голосования там образовался, но мне, например, важна личная жизнь и личные пристрастия. Политикой они не являются, безусловно, для меня определяющими. Все-таки политика это, прежде всего, действие и заявление, для меня, во всяком случае, как потенциального избирателя. Но это мне важно, и важно, и первая леди государства, и люди, которые как бы влияют. Все знают, например, что в Англии, что, конечно, главой семьи Тэтчерова была Маркер Тэтчер. Но все понимали в Англии, что Дэнни Тэтчер был человеком, сдерживающим ее. Он на нее влиял как сдерживающий фактор. Может быть, это было не позитивно, может быть, это было негативно, или наоборот, но это факт. Или, скажем, супруга Черчилля, это тоже важное и интересное влияние. Или Леонора Рузвельт, которая влияла на Рузвельта. Вот в этом смысле это важно, для меня, во всяком случае. — Тогда стоит ли чего-то ждать от политика, скажем так, хвостого, неженатого и так далее? — И вы имеете в виду Михаила Дмитриевича Прохорова? Я думаю, что это будет использоваться в предвыборной кампании, если Михаил Дмитриевич Прохоров будет зарегистрирован кандидатом куда бы то ни было, скажем, в мэры, или в депутаты Мосгордумы, или в президенты. А, безусловно, его политические противники будут использовать его образ для того, что вот человек даже семью построить не мог, как говорил предыдущий слушатель, да? Что же ему доверить округ? А другой, который развелся, а третий, женился, да не на той. Я напомню, что Михаила Сергеевича Трубачева плевали, что он женат не на той. Хотя он был женат как-то к своему избранию агентсеком уже 30 лет. А вот не ту выбрал бы другую, и было бы счастье, понимаете? То есть это такая обычная история, она и будет использоваться в политической борьбе. И бывает довольно практическая история, вот когда хоронили Раису Максимовну, то мы знаем, какие отношения были у Ельцина и Трубачева, тяжелые. И Наильна Осина пришла на похороны, я помню, да? Борис Николаевич не смог себя превозмочь, не пришел на похорон. Хотя, как рассказывают мне, хотел, но потом все-таки сказал, нет. Вот это влияет на, естественно, влияет, не знаю, что это не влияет на роль политического лидера, на настроение политического лидера, на состояние политического лидера. Но поэтому нельзя сказать, что это не имеет никакого значения. Но важно только понимать, что в каждой политической силе есть такие истории, что, конечно же, развод это одна из тяжелейших историй для всех. Прежде всего, конечно, для детей, но и для мужа и женой Поэтому я еще раз повторяю, я был уверен, что думал о том, что часть наших политиков будет это сейчас использовать Но все ведут себя достойно Спасибо, Алексей Алексеевич, за ваше мнение